Здравствуйте, уважаемые друзья! Тема дня, комментарии в эфире, в студии Ирина Чекунова, а в гостях у меня Алина Сергеенко, тренер детской секции Тхэквондо Клуб Тверь, кандидат в мастера спорта, черный пояс первый Дан, чемпионка Центрального федерального округа, многократная победительница областных и межрегиональных турниров. Алина, приветствую вас! Здравствуйте! А вы когда начали заниматься Тхэквондо? В 7 лет. В первый класс, пошла в школу и сразу в зал по соседству. Вам кто-то порекомендовал, или у вас такое желание было, или родители отвели? Никакой рекомендации не было, желания заниматься Тхэквондо, именно Тхэквондо, не было. Это просто было доступно, и это сыграло основную, наверное, роль в выборе спорта. Доступно и посредством, и близко к дому? И посредством, и близко к дому. Ну, наверное, стоит отметить, что я не только Тхэквондо занималась, я, наверное, в первом классе меня отдали сразу в три секции, в бассейн, на танцы и в Тхэквондо, но как-то вот постепенно оно отсеивалось, все остальное осталось только Тхэквондо. То есть появилась любовь? Да, я уже как-то не могла без этого. Наверное, это отличный способ, куда направить энергию, и, наверное, где ты выходишь с тренировки, обнуляешься и расслабляешься. Это как многие девушки выбирают для себя фитнес, они считают, что да, это то, что им надо. Тхэквондо, он в чем-то заменяет по нагрузке, компенсирует, вот, любимый многими фитнес-клуб? Я думаю, полностью компенсирует, и, возможно, даже в каких-то моментах больше, потому что фитнес-клуб — это в основном работа над мышцами, это кардио-тренировки, это какая-то работа с тренажерами, а Тхэквондо — это все-таки вид спорта, даже есть, можно ходить на фитнес с элементами Тхэквондо, и помимо всего того, что есть в спортзале, еще добавляется техника, возможно, какая-то мотивация, более углубленное вообще осознание, что это такое. Тхэквондо — это все-таки философия. Да, в какой-то мере философия, и вот этой, мне кажется, философии не хватает в фитнес-клубе, поэтому многие идут в этот вид спорта. С какого возраста вы занимаетесь с детьми? Вот у вас, вы детский тренер, скажем так, что мы можем говорить родителям, когда уже нужно задуматься? Родителям, наверное, стоит задумываться тогда, когда их ребенок, когда родители понимают, что их ребенку нужно что-то еще. Скучно дома, не хватает нагрузки в школе, начинает он, не знаю, беситься, как-то показывать свою энергичность. Мам, пойдем туда, мам, пойдем сюда. Вот это, мне кажется, такой оптимальный возраст, когда нужно задуматься. Я занимаюсь с детьми от шести лет и старше, но стоит отметить, что дети совершенно индивидуальны, и кто-то в шесть лет не может заниматься тэквондо по каким-то причинам, а кто-то в четыре года или даже в пять абсолютно готов и все осознает, и все у него прекрасно получается. Как понять взрослому человеку, что его ребенок, что называется, готов к занятию тэквондо? Нужно каким-то образом смотреть его растяжку? Или это уже ваша задача, когда вы смотрите, что ребенок к вам приходит готовый? Растяжка — это уже наша забота. Это уже специалист, да? Наверное, нет такого прям определенного критерия, по которому можно сказать, что вот тэквондист. Там есть только длинные ноги и очень стройное телосложение. А если, допустим, пухленький ребенок, разное телосложение может быть? Ну, нет уже цели у большинства родителей сделать из своего ребенка, я не знаю, олимпийского чемпиона. Прежде всего родители отдают для самодисциплины, здоровья и, как говорится, чтобы по улицам не болтался. Вот, поэтому нет абсолютно никаких препятствий определенных рамок в весовых категориях. Там, не знаю, с сантиметром я их не меряю. Вот, все, кто придут, всем мы рады. Потому что я прекрасно сама понимаю, что даже если ребенок сейчас пухленький, хотя, наверное, сложно сказать, когда он именно пухленький, это такое субъективное, то через два года, я их отпущу на летние каникулы, он придет, я на него посмотрю, я его не узнаю, потому что он похудеет, вытянется, и вообще это будет что-то новое. К чему нужно быть готовым родителям? Сколько раз в неделю тренировки? Сколько времени вообще должен ребенок уделять этому виду спорта? У нас тренировки три раза в неделю, по часу. Но родителям тоже стоит учитывать время на дорогу, на переодевание, туда-обратно. Наверное, нужно быть готовым прежде всего к синякам, слезам. Тяжело? Я бы не сказала, что тяжело для детей. Детям нравится, но у любого ребенка бывает такой клин, когда он говорит, мам, я туда не пойду, там эта тетка, она вообще что-то от меня хочет. Поэтому тут родителям, мне кажется, нужно тоже немножко проявить талант психолога и сказать, ну вот это нужно. И найти мотивацию. Мотивация вообще какая у ребенка? Вот в этом вся и проблема, что у каждого ребенка мотивация разная. Наверное, такая общая мотивация, самая банальная и простая, это вот порадовать родителей и для себя. Все-таки дети очень любят себя, у них это прям очень важно. Я с детьми провожу три часа в неделю. Ну там, если округлить со всеми переодеваниями, раздеваниями, ну пять часов. Родителей с ними намного больше. Каждый ребенок индивидуален. Поэтому я, наверное, отставляю вопросы поиска мотивации для чего-то все-таки родителям, потому что я не знаю, чем он увлекается. Конечно, дети рассказывают, но все равно сложно как-то искать в этом мотивацию. Если вы хотите, чтобы ребенок, грубо говоря, сел на тот же самый шпагат, родителю тоже стоит в этом поучаствовать, потому что если он будет хоть час мне сидеть три раза в неделю на этом шпагате, ничего не изменится. Но шпагат необходим. Да, это необходимо, это растяжка, это больно, это детям не нравится. Я, конечно, стараюсь их там максимально отвлекать, и у меня, наверное, можно похвастаться, еще никто не плакал. Но все равно это не только работа тренера, но и работа родителя, потому что не стоит родителям думать, что они его отвели на час и забыли. Потом забрали, и все, у них новый какой-то вау-чудо-ребенок, который все может и все умеет. Нет, это совместная работа, и родителям тоже стоит интересоваться, а что сегодня делали на тренировке, а вот что не получилось. Вообще много кто из родителей подходит ко мне после тренировки и говорит, Алина Валерьевна, может быть, нам вот это вот подделать, а вот тут еще вот так сесть, а мы еще дома и вот это можем. А домашние задания вообще-то какие-то есть? Да, я задаю домашние задания. Как в школе? У меня есть дневничок даже. У меня каждый ребенок ходит со своим дневничком в конце тренировки, он получает оценку, наклейку, и там еще есть у них в дневничках графа комментарий. Если он где-то что-то нахулиганил, я родителям пишу. Слушайте, это очень важно. А успеваемость в школе влияет на занятие в вашей секции? Как-то интересуетесь? Я в их дневники не смотрю. Как правило, если все замечательно, ребенок сегодня получил, не знаю, 10 пятерок, он мне первый об этом расскажет. Если там было 10 двоек, можно, наверное, понять по грустному лицу мамы. Вот. Я этим вообще никак не интересуюсь, если только мне об этом сами не говорят дети или родители, наверное, влияет больше дисциплина. Потому что в начальной школе все равно оценки, прежде всего, складываются из дисциплины и поведения. Если с дисциплиной и поведением у ребенка все хорошо, навряд ли у него там 10 двоек, его выгоняют со школы. А дисциплина, она также и на тренировках проявляется. Поэтому плюс-минус, я догадываюсь, кто как учится. Мы можем сейчас, приглашая детей, заниматься вашей секции. Но мы же приглашаем. Приглашаем. Еще есть возможность, да? Еще есть возможность. Возможность есть всегда. Отлично. Мы говорим, что этот вид спорта может быть навсегда, на всю жизнь. Он всю жизнь может сопровождать человека. Я не выступаю. В 11 классе я приняла активное решение, сложное, что я больше не буду заниматься именно каждый день, именно ходить, именно выступать. Но как-то так случилось, что никуда этот вид спорта от меня не делся. Хотя, конечно, я говорила, что никогда в жизни к этому не вернусь, в зал не войду и прочее, прочее, прочее. Но так сложилось, чему я безумно рада, что этот спорт преследует меня, наверное, до сих пор. И пока не хочется его из своей жизни куда-то отпускать и выгонять. Ну вот мы общались в этой же студии с ветеранами спорта. Есть люди далеко за 50, а тем не менее... Они выступают, и для них есть соревнования, и для них есть тренера такие же, и для них есть отдельные группы для занятий. Поэтому неважно, сколько вам, три года или 64, абсолютно неважно. Есть... Для каждого человека есть свой тренер, для каждого человека есть свой зал, для каждого человека есть своя возможность. Просто нужно эту возможность не упускать и работать над собой. Тоже немножко... Как найти? Как найти вас? Везде. Стараемся максимально пропагандировать это все дело. То есть в интернете тоже можно набирать? Теквандо Тверь, и все узнаем, всю информацию. Интернет. Какие-то группы. Даже к вам на передачу сходили, все, уже интернет. Уже, да, уже всем все известно. И завершая программу, Алина, хотелось бы, чтобы вы несколько слов сказали. Почему Теквандо? Что такое Теквандо? Несколькими словами. Наверное, если говорить про Теквандо соревновательное, то это эмоции, адреналин и скорость, наверное. Мне всегда не хватало. Ну ладно, расскажите скорость. А по жизни это, наверное, я скажу, что медитация какая-то. Вот есть люди, которые медитируют, дзен ловят, что там еще может быть. А есть... Вот я нашла себя в этом, в Теквандо. Надо же. Да. Меня это успокаивает. Как бы это ни звучало, меня это очень успокаивает. Потому что после, наверное, тренировки ты выходишь и тебе настолько хорошо, особенно если зимой. Вот это вообще красота. Потому что в зале душно, а зимой холодно на улице. Вообще красота. Так это же здорово. Да. Это же здорово, когда человек может найти вот такое самоуспокоение, найти себя в чем-то. Найти себя даже через физическую. Через физическую нагрузку, да. Наверное, не стоит зацикливаться на Теквандо. Очень расслабляет физическая нагрузка. Ну вот сделала ты, у тебя болят ноги, не знаю, пресс, руки, все болит, но так хорошо. Ну я вот это могу сказать, как лыжник. Да. То же самое, когда возвращаясь с лыжной прогулки, пробежал километров пять. Это так здорово. Да. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была Алина Сергеенко, тренер детской секции Тхэквандо-клуб Тверь и победительница всевозможных соревнований. Спасибо вам огромное. Хороших учеников и здоровья. Спасибо большое. До свидания. Будьте здоровы. До свидания.